Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о московском Спартаке и сосредоточимся на крайне неоднозначной новости, которая взволновала многих поклонников московского коллектива. Сержан Бабич, ведущий центральный защитник, может покинуть команду и перейти в Олимпиакос. Вот такие вот пироги. И, конечно, с одной стороны, для многих это кажется логичным поступком, но, дескать, посмотрите, поиграл в цервене звезде, после этого в Спартаке осталось, да, только в Олимпиакос попасть, чтобы пройти через все звенья красно-белого братства. И, разумеется, у Олимпиакоса по сравнению со Спартаком есть, конечно, очевидные плюсы. Выступления в Еврокубках, как минимум, определенные перспективы для дальнейшей европейской карьеры из Греции все-таки перебраться в европейские чемпионаты сейчас, наверное, попроще, чем из РПЛ. То есть тут определенные плюсы для Бабича понятны. И понятна мотивация, почему игрок может захотеть перейти в Олимпиакос. Но все-таки я более чем уверен, что спартаковцы надеются на то, что он останется верен московскому коллективу. И давайте обсудим, насколько возможен этот трансфер. И что делать Спартаку в случае потери Бабича. Но сперва, хотелось бы напомнить, что у меня есть телеграм-канал, на котором я регулярно делюсь статьями и заметками на футбольную тематику. Там же вы можете получить еще и очень приятный бонус от наших друзей из компании Пари, а именно фрибета в 2024 рубля. Как его получить? Нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии, там вы получите все нужные инструкции, и вы таким образом получите тот самый подарок. Все инструкции в моей телеге. Ну и вообще, проходите на мой телеграм-канал, там много всего интересного. Итак, шумиха вокруг возможного перехода Бабича оказалась настолько масштабной, что тут уже мало чего пришлось высказываться. И, кстати, в своих заявлениях он был весьма и весьма уклончив. То есть не стал наотрез отрицать возможность перехода Бабича в Олимпиакос. Просто сказал, что игрок для нас очень важен, очень хорош, и нам бы не хотелось его терять. Но тут никакого отрицания возможного трансфера нет. И в данной ситуации вот это интервью, оно еще больше взбодоражило некоторых болельщиков. Неужели потеряем ведущего центрального защитника? Это ведь настоящая катастрофа. Ну, во-первых, потому что в «Спартаке» вообще проблемы исторические с центральными защитниками. И команда очень много футболистов поменяла на этой позиции за последние лет 20-30. И постоянно там какая-то чехарда. Футболисты не тянут нужный уровень. Либо если тянут, то быстро уезжают, как видишь. Либо не оправдывают надежд, как Штранцель или Пареха. Тех, которые связаны были с этими футболистами. Поэтому Бабич для многих стал приятным сюрпризом. Долгожданным, сильным иностранным центральным защитником, который пришел и порядок навел. Плюс к этому он левоногий, что делает его таким вот эксклюзивным и особенно полезным. Плюс он, ну, как бы это сказать, сейчас находится на пике Кайеры. И это не условно говоря там Дуарты, которого нужно еще растить и добиваться от него прогресса. Бабич это игрок здесь и сейчас великолепный. Плюс к этому настоящий лидер-вожак. И плюс к этому, опять же, что очень важно, это игрок без политической подоплеки. То есть серп вряд ли захочет там сбежать из страны, из России, из-за политической ситуации, как какой-нибудь Норман или кто-нибудь еще. В общем, сплошные плюсы. Человек стал своим для Спартака. И сейчас терять его, это, конечно, так себе затея. Тем более, что еще одна большая проблема, а как ты его заменишь. Во-первых, сезон уже на носу. То есть здесь придется перестраивать оборону в любом случае. Так тут и центрального защитника классного хрен найдешь, потому что в России их очень мало. Что касается, не знаю, в принципе, европейского рынка, конечно, можно на него выйти и кого-то подписать. Но вы сами видите, как зачастую тяжело взять кого-то из-за рубежа, именно из Европы. Искать латиноамериканского, какого-то интересного паренька. Но, опять же, если это будет очередной молодой перспективный латиноамериканец, то ждите как минимум полугода адаптации и проблем, как было с Дуарте. В общем, ситуация крайне тяжелая и крайне неоднозначная. И если Бабич будет продан, ну это, конечно, будет удар для коллектива. Тем более, что, да, Бабич будет продан, но вряд ли это будет большой финансовый барыш. Вряд ли Олимпиакос сможет заплатить, я не знаю, там больше 8-9, максимум 10 миллионов за Сарджана. То есть заработать толком здесь Спартак тоже не сможет. С учетом зарплаты Бабича максимум выйдет в ноль. И при этом мы должны понимать, что удержать Бабича, если тот реально захочет в Олимпиакос, тоже не удастся. Если Бабич захочет выступать в Еврокубках, перебраться в Грецию, ну удерживать его насильно тоже будет тяжело. И придется, так или иначе, соглашаться на условия греков. Так что тут, с какой стороны ни посмотри, ситуация будет крайне тяжелая. Сможет ли Спартак оперативно выйти из нее? Ну тут посмотрим. Есть, конечно, некоторые варианты, теоретически, опять же. Например, как я сказал, в России мало сильных центральных защитников, но есть один футболист, который сейчас, по слухам, может перейти в Севилью, вообще испанскую. И который выступает, прости господи, за Сочи, за команду из низшего дивизиона. Это Даркушич. Но человек так здорово показал себя в сборной Словении на Евро, что им вот Севилья интересуется. Конечно, Спартаку будет тяжело оттягаться с андалусийцами, но, сами понимаете, Спартак может больше денег по личному контракту предложить. И тогда, да, можно вот таким образом оперативно заменить Бабича Даркушичем. Но это все равно будет перестройка состава, проблемы. В общем, очень хочется верить, что Бабич останется в клубе, потому что уж что-что от центра защиты, это та зона, где сыгранность и сработанность очень важны. И тут терять ведущего защитника, это путь к катастрофе на отдельной взятой позиции. Потерю Жиго, вспомните, Спартак только сейчас вот еле-еле за счет Бабича смог как-то стабилизировать и решить. А потерять сейчас еще и Бабича через год после подписания. Но это еще один удар, еще один поиск лидера и вожака, еще один очень серьезный провал по обороне. В общем, так себе ситуация будет, если Бабич уйдет. Будем надеяться, что хотя бы на следующий сезон он останется в Спартаке.